Наземные позвоночники Название очень простое, по-латыни грамотное название тетра-буде, а теперь знакомое вам русское название тетра-четыре, обус, нога. Какое общее название? Четвероноги. Итак, общее название для всех Наземных позвоночников. Если русское, то тетра-буде, если латынь, то тетра-буде. И вот мы как раз с общим планом строения конечностей тетра-буды в прошлый раз познакомились и посмотрели, какие варианты. Сегодня. Ну и сегодня назовем с чего? По мне так, самое интересное из всех тем этого куста, сегодня мы с вами разберемся с таким обстоятельством, которое объясняет все до одной особенности, а заодно становится понятна причина, почему земноводная не является полноценными хозяевами службы. Что там делаем? Это, ну условно можно назвать нашу тему, вентиляция легких, вентиляция легких, пункт отракон. На самом деле не только об этом пойдет речь, но и об этом. И для начала, для начала давайте вспомним, что мы с вами уже говорили по поводу легких. Итак, поднимайте-ка руки, кто может ответить на вопрос, а у кого из позвоночника впервые появляются легкие и зачем? Мы это разбирали в свое время. У кого из позвоночника громче? У рыб. У всех рыб сразу? Нет. Давай точнее, пожалуйста. У костных рыб. У всех костных рыб сразу? Нет. Еще точнее, пожалуйста. У двоякодышка. Только ли у двоякодышка? Как группа-то называется, да? Громче, пожалуйста. Я не слушаю, а все равно. Вот, вот, вот. Только, напоминаю, как там по грамотному устроена тематика. Все костные рыбы на какие два подкласса делятся? Здесь класс костной рыбы. На какие два подкласса делятся? Первый подкласс лучи пюры, второй подкласс лопасти пюры. А вот подкласс лопасти пюры уже будет делиться на двоякодышащих и кистепюрах. Так вот, у всего подкласса лопасти пюры не плавные пузыри развиваются, а легкие. Поднимайте руки, кто может ответить на вопрос, зачем рыбе легкие? У тех же рыб, это самое настоящее. Зачем вообще возникают легкие у древних позвоночников? Прошу вас, молодые члены. Для того, чтобы подклассить рогные водоемы? Да, совершенно верно. Ровно так же, как и конечность рычарная, возникает не для того, чтобы у лужейки бегать, а для освоения электронных водоемов. Значит, очень богатых пищей, но крайне бедных кислородов. И поэтому газовые пузыри, газовые вырасты кишечника превращаются в органы дополнительного газоднения, которые мы с вами называем легкие. Теперь вспоминаем самое-самое первое наше задание. Вопросы, а как вообще кислород от лужи попадает к мозгу, мышцам, печени и всему прочему? Прошу вас. Переносит кровь. Переносит кровь? Совершенно верно. Теперь вопрос. А с какого перепуга кислород из воздуха, который вы вдохнули, попадет к вам в органы? Так, а еще руки? Вопрос. По какой причине, каким образом вообще кислород из воздуха, который вы вдохнули, попадает к вам в органы? И всего так? Не пусто. Прошу большое. С хорошего дня. Еще раз. Альвеолу у всех есть? Нет. А значит, что остальное не попадает в кровь? Прошу. Через тарахеи? Еще интереснее. Значит, через стенку тарахеи в кровь. А вы себе представляете, стенка тарахеи это вообще что-нибудь такое тоненькое и слабенькое? Нет. Это парневая стена. Ну, объясните мне, пожалуйста, каким образом сквозь вот такую же бетонную стенку, извините, кислород куда-нибудь попадет? И зависит. Прошу. При помощи гемоглобина? Кислород будет переноситься, когда он уже попал в кровь. В этом и совершенно правильный вопрос. Вопрос-то в другом. Вы смотрите, вы вдохнули. После вашего вдоха кислород где? Уже в вашей крови или еще в том воздухе, который вы вдохнули? Он еще в воздухе. Вопрос, с какого перефону он в кровь пойдет? Да, прошу. Через стенки, альо куда? В сосудах. В любые сосуды или не в любые? Только в коте. Один единственный тип сосудов имеет перенециальную стенку. Сквозь стенки остальных сосудов ничего пройти не может. Прошу вас. Сквозь стенки каталяр. Совершенно верно. То есть маршруты забрали. Кислород, который вдохнули, он попал в левоку или в другой сектор левокого. Это не важно, потому что внутрь левокого. Стеночка там из одного слоя клеток. Это всегда в другом легком, как вам небо устроено. И вокруг этой стенки сетка капилляров. У капилляров тоже стенки из одного слоя клеток. Сквозь такую преграду кислород может пройти. Теперь вопрос. Хорошо, маршрут мы указали. А почему он пойдет туда? А почему надо, допустим, остатки кислорода не из крови обратно в левоку, а из левокого крови? По какой причине? Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот та кровь, которая попала в глюки, она из вашего тела попала в глюки? Понятно, что в ней кислорода очень мало. Почти весь кислород был на телу. Но значит, что в ней совсем нет кислорода. Это кровь, приходящая в глюки. В ней хотя бы чуть-чуть кислорода есть или совсем нет? Да, это как? Чуть-чуть есть или да, это совсем нет? Совсем нет кислорода. Такого не бывает. И более того, так вы даже, если понимаете, по какой причине вообще происходит какое-либо движение в любом живом объекте, то вот такой ситуации, чтобы чего-то совсем не было, ни по отношению ни к одному веществу, такая ситуация не может быть. Вот это да. Значит, большая часть первого занятия прошла совершенно без всякого смысла. Большую часть первого занятия мы с вами разбирались с вопросами диффузии. Что такое диффузия, куда идет, по какой причине идет. И я вас предупреждал, что без понимания физики, химии и математики никакого представления о биологии и, в частности, о том, как вы же те устроены, у вас не будет. А будет одна безграмотная каша в голове, где все перепутано, где никакого логического объяснения для событий нет. А есть просто убеждение, что соседка Марья Ивановна сказала так, или в сети так написали, значит так так. А вот понимания никакого не будет. Физика, химия и математики. Жизнь стоит на этом. Ну, поднимайте руки, кто может вспомнить. В какую сторону всегда направлена диффузия любого вещества? И все. Но здесь же достаточно старших ребят, у которых наверняка есть физика. При этом диффузию вы по физике уже в седьмом классе наверняка проходили. Слово это. Грамотный ответ. Как звучит грамотный ответ на данный вопрос? В какую сторону всегда направлены диффузии вещества? Прошу, Борис. Блакой ответ. Прошу, дайте грамотный ответ. Зону больше концентрации. А вот это другое дело. Ребята, любое движение, любое перемещение описывается не через одну точку, а только через две. Так? Движение вызывается не концентрацией, а разницей концентрации. Ровно так же, как движение потока вызывается не давлением, а разницей давления. Идея понятна? Скажите, вот эта дверь вон там вот вверху, она куда открывается? В аудиторию или в коридор? Ну, вы входите в нее, туда открывается дверь. В аудиторию или в коридор? Кто может сформулировать условия, при котором дверь откроется? Так, давайте выиграем. Все, потому что без понимания таких секретов, до нючего разговора, становится много сидели послушали, и ничего не помню. Так, давайте. Желающие поучаствовать в трех эксперименте есть? Вольно не будет, так? Мы просто посадим вас в клетку, мы же пробуем. При каком условии эта дверь откроется? И что они сделают? Что они сделают для того, чтобы дверь открылась? Надавят на нее. Внимание! Сейчас попробуем проверить, сработает ли такое представление об открывании двери. Сейчас вы ее будете откроть. Подождите, по моей команде. Всем понятно? А в чем дело? Почему не открылась? При каком условии дверь открывается? Когда еще с той стороны никто не будет даять? Еще раз. Неграмотно. Грамотно сформулировать. А вот это другое дело. Итак, для того, чтобы мы получили хоть какое-то действие, необходимо не одну точку рассматривать, а сколько? Две. И действие будет вызвано разницей в усилиях в этих точках. Поток вызывается не давлением, а разницей давлением. Вы просто ничего не поймете, о ком, как работает ваше сердце, и что такое заболевание сердца и сосудов, если не понимать вот эту основу. Ровно так же диффузия вызывается не концентрацией веществ, а чем разница кровь, которая вышла из организма и пришла в лёгкость. Какая в этой крови концентрация кислорода? Дорожая или низкая? Низкая. Низкая. Куда кислород делся? В органы. Вопрос. Какого периода кислород из сосудов, из тапеляров, пошел в органы? В концентрация ниже чем? Да. Вопрос. Куда делся кислород в органы? Они его потребили. Они его использовали. Использовали для процесса дыхания. Напоминаю, что такое настоящее дыхание. Настоящее дыхание – процесс, который не в лёгких идёт, а идёт в каждой клетке вашего тела. В ходе настоящего дыхания, топлива, ну, чаще всего таким топливом является глюкоза. Соединяясь с кислородом, так, грубо говоря, сгорают. При сгорании энергия выделяется? Да. Вот эта энергия используется живой клеткой для любого процесса дыхания. Но дело в том, что вошло превращается в сгоревшую глюкозу. В углекислый газ. В углекислый газ. Ну, посмотрите. Углерод соединялся к кислородам, там углекислый газ. Водород соединялся к кислородам. В воду. Водород. Чтобы уравнять реакцию, сдаем т.е. центр шестёрки перед всем, кроме трёхи. Итак, клетка всё время, любая клетка, всё время расходует кислород, превращаемого в СО2. Так, до этого, собственно, мы и дышим. В результате клеток мышц, клеток печени, клеток мозга, концентрация кислорода всё время падает. А внутри капилляров, которые проходят сквозь окна, концентрация кислорода высокая. А стенки клеток не умеют задерживать кислород. Что делает кислород? Проходит за счёт какого процесса? За счёт диффузии. Кислород дефунтирует из кровеносного сосуда в клетке. И вот эта кровь, в которой уменьшилось количество кислорода дальше, возвращается через сердце в людях и падает в капилляровку. А там, внутри, альюру воздух, которого вдохнули. А какая концентрация кислорода в нижнем воздухе, которого вдохнули? Маленькая или высокая? Относительно чего? Относительно концентрации кислорода в крови. Причём существенно более высокая. В результате, пока кровь идёт по коротенькому капиллярчику вдоль религии, что успевает сделать кислород из воздуха? Дефундировать кровь. Вот, собственно, как работают все разобменные системы. Грамотное название в религиях – это не органы дыхания. Я понимаю, что в школьном учебнике у вас написано, что это органы дыхания. Но, Господь, сошкольный учебник. Грамотное название этих органов – органы газообмена. Какой меняется? Ну, смотря с какой стороны отчёткости, можно сказать, углекислый газ на кислород, можно сказать, кислород на углекислый газ. В данном случае, что он что-то. Так. Хорошо, мы немножечко вспомнили с вами самую основу газообмена. А теперь смотрим. Если органы дыхания не вентилировались, если не делали постоянное вдохи-выноси, что будет с концентрацией кислорода внутри АЛБУ? А куда он делится? А он, если уйдёт в крови. После того, как концентрация кислорода в воздухе и в крови стала одинаковой, будет ли какая-нибудь антипутия, будет ли новый кислород в кровь вступать? Нет, всё, ребята. Вы можете делать сколько угодно дыхательных движений, да? Но никакого кислорода в вашей ткани не получат, если вы не обновляете воздух внутри органов газообмена. Вот этот процесс, приводящий к обновлению воздуха, и называется вентиляция органов газообмена. Поскольку наш с вами сегодняшний обесед про лёгкие, то и посмотрим, как же вентилируется лёгкие. Во-первых, с чего всё делало ничего? С ничего, с кистепёрок рыб. Но давайте вспоминать, как же воздух вместе с кислородом попадал в лёгкие кистепёрки рыб. Что они для этого делали? Итак, как воздух кистепёрок рыб попадал к ним в лёгкие? Да, ребят, есть одно простое русское слово, которое вы все знаете. Слышали? Что вы рассказываете? Сейчас я вас помню. Итак, вот он исходный план строения. Первый отдел пищеварительной трубки, называется отдел «Волка». Кроме пищевода, начинается ещё одна трубородка, которая ведёт вот в такой пузырь. В этом пузырях внутри ничего нет. То есть, скажите, пожалуйста, что произойдёт, если рыба высунула рот из воды на воздух? Так, сжала вода пищевого? Чем окажется заполнена ротоколка? Воздухом, совершенно верно. А после этого заполкнула рот, и вода по очереди сократила плицевые мышцы в воздухе. Вопрос, куда делся воздух? А его пищевод у нас закрыт, блокирует. Куда будет воздух проталкиваться? В пузырь. В пузырь. В пузырь, в лёгкие. Народ, как называется движение, при помощи которого к волку что-нибудь проталкивает внутрь тела? В пузырь. В вопрос. Как воздух попадает в лёгкое, в кистепёрок, в рыб? Что они с ним делают? Они глотают воздух. Глотание – это проталкивание за счёт мускулатуры, которая где расположена? В какой части тела? В глотке. Кто не понимает, лучше списать. Глотание – это проталкивание объекта внутрь тела за счёт сокращения мышц в лодке. А дальше начинается дивная история уже не про каких. Не про обрыв, а уже про совсем даже. Берём хорошо вам известную лягушку-клакушку и пробуем разобраться с тем, а она, естественно, афимия. То есть древнейший вариант тропов – наша стенка. Итак, остальные части тела лягушки у нас не очень интересуют. В данном случае. Ортоголка – афимия. Рот закрыт. Как называются вот эти парные отверстия? Ноздри. Ноздри. К слову, скажите, а сколько лично у вас ноздрей? Вас обманули. Значит, то, что вы обычно называете ноздрями, грамотное название внешнего ноздря. Да, действительно, наверное. От них начинается носовой хода. А куда эти носовые хода идут? В носовой. А вашу носовую. Теперь, допустим, я стал такой маленький-маленький-маленький. Зашёл к вам в рот, прошёл по языку до самого конца и смотрю на потолок. Что я вижу на потолке? Дырку. Одну дырку? Две. Две дырки. Вот это вот внутреннее ноздря. Грамотное название – хо-анны. Хо-анны. Где у лягушек хо-анны? Вот это вот внешнее ноздря, а вот это, видимо, только изнутри. А вот это внутреннее ноздря – это хо-анны. Внутреннее ноздря. Вообще, ведь в носовых ходах стоят клапаны, которые реперторные, то открываются, то закрываются. Думать, любушки, о том, что делать с клапаном, не надо. Процесс проходит, как я уже сказал, реперторный. Вопрос – можете ли вы забыть в допыть? Забыть – сходить в сортиру. Значит, дело в том, что реперторная программа абсолютно не требует никакого произвольного вмешательства. Это уже работа самого тела. Итак, хо-анны на ноздря управляются реперторными. Теперь смотрим из-за торговки назад в сторону туловища. Один, двух или два, считая на стене, двадцать, в верхней, ближе к спине – это пищеволок. Итак, номер один, скажем, ноздря, номер два – пищеволок. Он ведет, естественно, в руку. Хорошо. А номер три – вот она, дорога. Эта дорога плотоведующая. Влёгкая. Номер три – это влёгкая. Надо сказать, что таких привычных слов для вас, как тарахея, бронхи и так далее, у амфибий просто нет. Лёгочные мешки прям вплотную вот сюда выходит. Никаких бронх у лёгушек не бывает. Значит, и вот здесь, вот на точке выхода в волку, имеется ещё один клапан номер четыре. Этот клапан называется гортань. Гортань есть абсолютно усердный тропот. И это клапан, который регулирует поступление воздуха в дыхательную систему. И выход воздуха из дыхательной системы. Хорошо. Вот она и все анатомии. Как вы видите, не очень-то и сложно. И теперь смотрим, как же происходит вентиляция. Первая класса. Значит, клапан на ноздри открыт, гортань закрыта. Для тех, кто хочет разобраться как следует, советую хотя бы в сокращенном виде выписать для себя, что происходит на каждом действии. Итак, первая вещь. Склад у нас древний, где открыт, гортань закрыта. Мышцы, идущие в уголки от грудины, вот так стоит мышца, которая здесь проросла в грудине, а вот здесь, к подковой видному хрещику, который находится вот в этой мягкой мембране нижней части, вот здесь. Если эта мышца сократится, ясно, что в грудино сдвигаться не будет, это основное дело. Куда уедет этот хрещик? Вниз. Вниз. Видите, когда лягушки наберут у лужи или пруда, что у них с грунт? А робота движется. Вот это как раз работает дыхательный насос. Итак, на первой модели, здесь открыто, здесь закрыто, мышцы подъязычные, подъязычная хреща сократилась. Вопрос, что с объемом ротоклотки? Увеличился. Увеличился, объем ротоклотки увеличился. А это значит, что с давлением? С внутри паза. Давление в ротоклотке упало. И возникла разница между давлением ротоклотки и давлением на улице. Что делает воздух? Ноздря открыты. Воздух через ноздрю, в ноздрю заходят, даже не просачиваются, в полусе нормальные потоки воздуха. Через ноздри вошли в ротоклот. Значит, примерно через половину секунды, вторая фаза, на второй фазе, клапан в ноздри закрылся, клапан в лобке открылся. И вот эти мышцы расслабились. Зато сократились вот такие кольцевые мышцы, что при этом с объемом лобки. Уменьшилось. Уменьшилось. Что с давлением? Повысилось. Повысилось. На улицу выйти нельзя, клапан закрылся. Вот это отталкивается воздух из ротоклота. Пищевод заблокирован все это время. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас у вас пищевод открыт или заблокирован? Конечно, заблокирован. Вы себе представляете, что бы было, если пищевод бы не блокировался, а вы решили завязать себе шнурок на кроссовки? Понимаете, что при этом произошло? Понятно, что все содержание оказалось бы на ваших кроссовках. Пищевод открывается только во время какого акта? Только во время глотания. Только для того, чтобы протолкнуть порцию дищи. Все остальное время, что с пищеводом? Закрыт, чтобы не потерять то, что вы уже проглотили. Так что пищевод, конечно, закрыт. Итак, ноздря закрыто, ротокол дожимается, гордань открыта. Пищевод заплакировано. Куда идет воздух из ротокола? В Львичке у него единственная дорога. Через гордань в Львичке. А вот теперь очень важный момент. То есть на самом деле львушка сделала блоков воздуха. Протолкнула порцию воздуха в Львичке. А теперь как положено лично у вас. Какой объем больше? Объем блоков или объем вдоха? Вдоха. Вдоха. А во сколько раз? А это очень легко проверить, так чтобы было видно. Любой желающий, вот вернувшись домой, этот эксперимент, выдохнуть воздушный шарик, вот видите просто. И попробуйте сделать выдох в воздушный шарик. Ну, не на мойце выдохните, в воздушный шарик. Обычный. Понятно, что он при этом раздуется. Раздуется. Это какого размера вот такого? Это вряд ли. Значит, если вы потом посмотрите, опуская этот шарик в полную людровую банку воды, сколько воды из этой банки шарик вытеснет, то кажется, что около стакана. То есть, вот такой спокойный вдох-выдох, который вы сейчас делаете, он очень небольшой, где-то миллилитров 200-250, ну, чуть больше стакана, так скажем. А перескажите, пожалуйста, а вы можете стакан в один глоток хватить? А чего у вас не выйдет? Посчитайте, сколько глотков вы должны сделать, чтобы выпить стакан. И у вас получится 5-6 глотков. В результате даже слабенький вдох, а это слабенький вдох, да, все равно в 5-6 раз по объему больше, чем в арбатах. А вообще-то при желании вы можете вдохнуть намного больше. Ну и, соответственно, выдохнуть после этого. 2,5-3 литра. Это такой уже очень существенный объем. В 10 раз больше. Знаете, а в результате хорошо, лягушка плотнула в облаку. Хватит ли ей этой опции для того, чтобы как следует выходить кроме кислородам? Нет. А опция очень маленькая. Поэтому, поэтому у ангибии совершенно фантастически устроено дыхание. Посмотрите на меня, как дышит лягушка. Она дышит вот так. Так, так, так. пшшш. Значит, то есть, на самом деле, у ангибии серийный вдох. Серия глотательного движения ангибия накачивает себя водой. Накачивает, накачивает, накачала. Вопрос, как выдох сделать? Что для этого надо сделать? А выдох делается простейшим образом. Смотрите на схему. Вот мы глотаем, глотаем, вот тут все-таки уходит, выходит. Теперь вопрос, пора выдыхать, да? Открываем гортань и динозры. То есть на самом деле стоит открыть и одновременно два эфира плотана, чтобы воздух из-за высокого давления, которое там даже создает этот блок, сам спокойно вышел на улицу. Итак, вот она система вентиляции легких у амфини. И оказывается, что эта система не просто плохая, а отвратительная. Она подходит, чтобы на несколько часов оказаться на суше, а не переползти из одного водоема до другой, а вот тогда, чтобы это хорошо сухо заселить, система никуда не катится. Сейчас разберемся, почему. Вот для этого, собственно, мы с вами говорили про диффузию, про проницаемость кислорода стенками, про проницаемость стенок в отношении кислорода в легких. Давайте с вами посмотрим вот такую схему. Как по вашему, первый вопрос. Здесь мы берем два легких, два разных кислорода. И про одного знаем, что у него большая площадь безобменного эдетеля, а у второго маленькая площадь безобменного эдетеля. Скажите, пожалуйста, какое легкое способно дать больше кислорода телу? Итак, большая площадь безобменного эдетеля или маленькая площадь безобменного эдетеля? Вышая. Ну, естественно, через большой площадь просто больше за то же самое время может пройти. Хорошо. Теперь, может ли вот такой лягушке быть вот такой легкой? Нет. Хорошо. Может ли вот такой лягушке быть вот такой легкой? Нет. Ясно, что размер легкого в теле каждого живого существа ограничен. Там же еще полно всяких других кислородов. Поэтому схоже, что получается. Берем легкое, внешний объем которого ограничится, то есть разограничено. Вопрос. Можно ли увеличить площадь внутренней стенки желткого, не увеличивая его размер? Можно так? Сделать складки? Сделать складки. Классно. Пробуем сделать вот такую качественную легкое, которая будет давать много кислорода. Для этого общее количество складок, на самом деле, чем больше, тем лучше. Поэтому ставим еще вот такие сочерные складочки, чтобы многократно увеличить площадь стеночки. Скажите, теперь, если взять, расправить эту внутреннюю стенку, какую площадь мы получим? Такую же, как площадь внешней границы? Ну, конечно, на порядок больше, а здесь больше. То есть вполне прилично, легкая, с хорошей площадью без обмена. А теперь пробуем его вот так вентилировать. Итак, любушка глотает, да, первый вопрос. Есть или нет? Есть. А под каким давлением воздух находится в легком? Сразу после выдоха. Атмосферный. Атмосферный. Конечно, под атмосферным. Помните, что направление потока жидкости и газа всегда из области высокого давления в область низкого давления. Вот при выдохе у вас потом шел-шел-шел, а потом встал, выдох кончился. Это значит, что произошло с давлением? Они уравняются. Итак, сразу после выдоха у вас в легком атмосферное давление. Теперь вы делаете первый платок. Проколкнули порцию воздуха. Вот давайте то место, которое займет эта порция, я возьму и за штыку словом. Вот так. Вот это позиция, которая заняла первая прогруженная порция. Зона проникновения воздуха при втором платке расширена в оси. Мало. Третий платок идет. Вот теперь хитрый вопрос. Скажите, пожалуйста, а лягушка имеет право сделать четвертый платок или не имеет? А почему? Нет. Потому что это же слишком много вопросов. И что произойдет с лягушкой, если она попытается сделать четвертый платок? Значит, давайте смотреть. Вот эту территорию в легком занял свежепроглоченный вулк. А теперь автодержный вход в участие куда он не нашел. Вот сюда свежепроглоченный воздух не нашел. Если вы сравните площади, полностью закрашенные, без штрихованных участков, они сильно отличаются или не сильно? Не сильно. Не сильно. Примерно одинаковые. Вопрос. Если вы толкнули воздуха столько же, сколько там было, у вас площадки одинаковые купель занимают, да? Это значит, чему уравнялось давление сейчас внутри легкого? На старте давление было равное одной атмосфере, а вы взяли в легкой вбиле еще столько же воздух. Две атмосферы. Две атмосферы. Это давление в колесе джипа. Значит, теперь давайте вспоминать, а ребра у амфибии есть или нет? Нет. А мы это обсуждаем с вами. Ребра исчезают в связи с тем, что, имея ребра, нельзя снизить центр тяжести. А это значит передвижение угрозы бокового опрокидывания. Так? Никаких ребер, конечно, нет и по ним нет. Теперь смотрим, вы зверя, у которого нет ребра, накачали под давлением две атмосферы через него. Да вот так, как шар вздувается. Да? А если он еще по платочку сделает, он просто взорвется. Ясно, что больше платков делать нельзя. Хорошо, ребушка открывает два клапана сразу, происходит выжиг. Скажите, при выдаче, какой воздух выйдет? Смотрите, у нас два разных воздуха. Заштрихованный объем – это тот, который был до начала платков. Не полностью закрашенный, а тот, который в ходе платков толкнул. При выдохе какой воздух выйдет? Весь? Нет. Весь свет. Только тот, который попал в адрес последних платков. Так он вышел. А вот тот, который в заштрихованном отделе, он там и остался. Любушка делает новую серию платков. Скажите, свежий пришедший воздух займет какое-нибудь новое положение в легком? Нет. А ровно то же самое. Самый главный вопрос. А вот здесь воздух. Вот здесь воздух. Вот здесь воздух. Воздух хоть когда-нибудь сменится? Нет. Вот по этим точкам. Смена воздуха произойдет. А с какого-то их пуля? Выход бы у нас вот здесь. И входить-выходить может воздух только вот в этой центральной канате. А дальше? А этот воздух здесь навсегда. Скажите, что с концентрацией кислорода? Вот такой воздух называется застоявшийся воздухом. Что с концентрацией кислорода в застоявшемся воздухе? Конечно. А она давным-давно уравнялась с концентрацией кислорода в крови. А это значит, все вот эти части легкого могут летать в дополнительные порции кислорода в крови? Нет. Нет? Там никакая теплость не пойдет. Хорошо. А клетки легкого, каждая клетка легкого. Сама-то кислороде нуждается? Нет. Нуждаются вопросы. Откуда будут брать кислород для своей жизни в клетке легкого вот в этой заштрихованной части? Нет. Не клетка. Они строят, будут брать. Вопрос. Такое легкое вообще организм хоть что-нибудь дает или нет? Нет. 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 А все, что она поплатила, идет на обслуживание остальных частых легких. Так что, такая схема имеет принципиально неразрешимый характер и обеспечить нормальный газообмен для более или менее интенсивного обмена веществ, такой легкое просто не способен. Принцип не способен. Значит, для того, чтобы улучшить надо конструкцию. Итак, можно это как кратко сформулировать. Из-за особенностей вентиляции, из-за глотания воздуха. Для амфибий невозможно, для амфибий невозможно, легкое с большой площадью газообменом. Поэтому, той же самой лягушке, которая для вас хорошо знакома, легкие дают только 45% кислорода, который нужны для жизни. Вопрос, а куда еще 55 будем брать? Возможно. 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 Поэтому, абсолютно у всех амфибий покровы должны быть газообменными. Почему так? Потому что легкое отвратительное. У всех амфибий покровы газообменные. Это значит, к поверхности полжи выведены капилляры и самый внешний слой полжи имеет ли право быть прочным? Нет. Почему он не имеет права быть прочным? А на них кислород просто не пройдет. Да? Это первое. Второе. Как по вашему диффузия в твердой, жидкой, безобразной среде? Будет идти с одинаковой скоростью или с разной скоростью? Да. Значит, любое сухое тело является твердым, жидким или безобразным. Так, тело сухое. Да. Твердое. Классно. Значит, в твердых телах скорость диффузии примерно в миллион раз нигреннее, чем раствор. Вопрос. Имеет ли право поверхность тела амфибии высохнуть? Нет. 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 Как только появляется хотя бы тончайшая сухая пленка, это значит, что зверь затохнется. Просто надо. Кожа должна быть постоянно влажной. Так. Покровы амфибии всегда влажные, тонкие, газо-водопроницаемые. Если они проницаемые для воздуха, то они, значит, чисто автоматически, ровно так же не способны удерживать воздух. Хорошо. Теперь вопрос. А тут же лягушка берет опыт, чтобы смачивать свои покровы и своего тела. Теперь, она все-таки наземный зверь. Она же не об океане сидит, а наземный зверь. Скажите, плата для наземного зверя является безграничным или ограниченным ресурсом? Ограничным. Ограничным надо экономить. И вот здесь возникает очень важная история. Представьте, на кухне мы в одном углу провели полстакана чая, а в другом углу полстакана киселя. Какая лучше высохнет первой? Чай. Чай. Значит, любая слизь, а кисель – это типовой пример как раз слизи. Я знаю, что у городского человека слово «слись» вызывает «Ой, только не это, ой, противно». Господа, если ваша слизистая система в организме хотя бы на полчаса откажет, ну, во-первых, смерть ваша неминуема, а во-вторых, это очень плохая смерть. Не просто плохая, а крайне тяжелая. Так вы будете укревывать, пускай на свои легкие и там подобные вещи. Значит, биологические слизи не только важные, а важнейшая система защиты любого наземного зверя. Абсолютно любого. Вы сами говорили, воздух – это смертельная света. Если уж вы живете на воздухе, то без слизистой защиты вы обойтись просто не можете. Вы умрете. На коже у всех архивий два типа желез. Молдовая натуренькая, газопроницаемая – обязательно два типа желез. Первый тип – слизистые железы. Они нужны просто для экономии воды, чтобы не высохнуть слишком быстро. Слизистые старелецы не менее чем воды. И теперь второй тип желез. Скажите, вот такая сверхтонкая проницаемая кожа, она обладает хорошими защитными свойствами. Это отвратительная защита. Это очень плохая защита от попытки вас съесть. А теперь давайте подумаем, от каких живых существ любое другое живое существо должно защищаться в первую очередь. От сущников. От сущников. Классно. Скажите, пожалуйста, в данный момент, вот конкретно в данный момент, сколько живых существ пытается вас съесть? Сотни миллионов. Что это за живые существа? Микробы. Самые разные микробы и в первую очередь бактерии. Почему им не удается? Защитные. Защитные свойства вашей кожи. У нас ни одной живой клетки на поверхности тела. Вот эта роговая чешуйчатая броня, которая покрыта наше тело снаружи, не съедобна для бактерий. Только поэтому вас не съедают. Теперь имеют ли право лягушки иметь вот такую броню поверх тела? Нет. А через нее дышать нельзя. Вопрос. Почему же лягушки не сгнивают заживо? Нет. Прошу. Прямо выделяют желез, которые отбугивают ядом. Да не отбугивают ядом. Второй тип желез, который обязательно есть позже любой амфибии, это ядовитые железы, которые в первую очередь какие яды уделяют яда какой группы. Вы все знаете это слово, хотя наверняка совершенно не представляете, что это за вещества на самом деле. Антибиотики. Антибиотики, конечно. Какие вещества называются антибиотиками? Поднимайте руки, потом можете попробовать ответить. Итак, прошу вас. Ну, исчезающая жизнь? Скажите, пожалуйста, а тогда люди, которые прописывают антибиотики больным, называются палачи, вероятно, да? Есть антибиотики, это вещества, предъявляющие жизни. Да, прошу вас. И исчезающие жизни в определенных местах? Каких? Вот здесь очень важный предел. Именно Бардыни. Дело в том, что все живые группы на нашей планете делятся на две принципиально разные команды. И словно, древнейшая команда, на самом деле настоящий хозяев Земли. Про креолы, по крайней мере. Клетки которых не имеют еды. Наследственная информация записана на ДНК, который сверху закручен. А клетка сама оборужена стенкой. Используют сахаридом и резиновым. Теперь, наша клетка, одного гриотического клетка, ну клетка животных без всякой клеточной стенки, абсолютно по-другому устроено хранение ДНК на линейных хромосомах многочисленных. А в результате, да, поскольку нет клеточной муриинной стенки, то у нас вообще муриин, хоть где-то есть или нет, а у нас просто нет гена, который кодирует образование муриин. Поэтому, какие яды являются антибиотиками? Это яды, которые блокируют и сделают невозможное построение муриина, то есть создание бактериальной клеточной стенки. Скажите, на нашу клетку такие яды подействуют много? Да ненажды им там действуют, у нас нет муриина. И второй вариант. Это вещества, которые блокируют работу с кольцевой хромосомой. Скажите, пожалуйста, эти вещества повлияют ли на нас? А у нас нет кольцевых хромосомов. У нас хромосомы линейные. Совершенно другой принцип сворачивания генетической информации. Значит, в результате, яды, которые действуют на эту клубу и обсаживания не способны задействовать на эту клубу, вот эти яды называются антибиотиками. Да? Значит, почему антибиотики, прием антибиотиков, принимая антибиотики, надо полностью во вход и долг следовать предписанию врача. По одной простейшей, когда я прошу вас, они так или иначе убьют полезные бактерии, антибиотики просто так не назначают, назначают их при необходимости. Но, во-первых, разве прием антибиотиков действует абсолютно бессмысленно. Никакого результата оно просто не даст. Назначается курс. А после курса антибиотиков всегда назначается реабилитационный курс. Восстановление микрофона, вот тех самых полезных бактерий, в вашей системе. Почему нельзя здесь никакое допустить, взаимодействие никакой? Причина очень простая. Как по-моему, если на земном шаре два одинаковых живых существования? Нет. Все немножко различные. То, что все люди различные, это знают все хорошо. Так, Павлович, если мы берем всех бактерий данной группы, данного вида, они все одинаковые или нет? Или все немножко различные? Немножко различные. Все немножко различные. Не бывает двух одинаковых живых существ. Так называется неостановимый процесс, благодаря которому накапливаются эти различия. Мутация, позитивная. Мутация, позитивная. Мутация, позитивная. Процесс совершенно не остановился. Так, хорошо. В результате человек пришел к врачу, он себя плохо чувствует, так, правильно. И доктор ему назначил пол с антибиотиков, допустим, 9-ти дневным. Там, соответственно, дозировочку определил, время приема, полный приема, и вот 9 дней, пожалуйста, в курсе. Человек начал принимать. На четвертый день он почувствовал себя лучше. На пятый день совершенно, вроде бы, нормально. Ну и решил. Ведь везде все кипишки. Моя Ивановна соседка говорила, что антибиотики вредная. А я уже чувствую себя хорошо. Ну и какой черт я еще три дня буду принимать, если я уже чувствую себя хорошо? И прекратил прием на шестой день. Классно. А теперь давайте смотрим. Если все живые существа, в том числе и бактерии, это разное. Скажите, степень устойчивости к ядам. У всех бактерий одинаковые? Разные. 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 Скажите, в первую очередь, какие бактерии подобны? Самые чувствительные к данному ядаму. Их большинство. Поэтому количество бактерий в теле у человека уменьшилось. Как он начал себя чувствовать? Хорошо. Ага. Значит, я считаю, что бактерий не осталось. Нет. Какие остались? Те половины. А остались самоустойчивые. А человек прекратил прием антибиотиков. Нерасчетный. Вот этот расчетный срок на что рассчитан? На то, чтобы все окна данной бактерии были уничтожены. Человек прекратил раньше времени. А в результате он поставил совершенно дивный эксперимент по искусственному опору. Он прямо у себя в теле отобрал самым устойчивым к данному лекарству возбудителей заболеваний. На следующий раз, когда он заболел, это лекарство на него хорошо подействует? Нет. Он же сам оставил себе только самым устойчивым. Ясно, что оно плохо подействует. И если он опять нарушил предписание, то дальше это лекарство вообще на него перестанет действовать. Потому что остались только абсолютно устойчивые к данному лекарству. Вот на гоне такого безграмотного отношения к антибиотикам по непрофессиональной публике, так, значит, из совершенно чудовищной безграмотности, которая творится в интернете, сейчас возникает очень опасная ситуация, серьезная опасная ситуация по всему миру. Возникает так называемая внутрибольничная инфекция. А что это за микробы? А микробы, которые прошли вот этот путь естественного отбора, а в результате не действует, а подавляющее большинство современных лекарств. Вспышка этих инфекций, что-то страшная. Несоизмеримая, но вот если такая инфекция вырывается до предел, ну, все зависит от того, насколько любого она передается от клиента к клиенту, здесь могу вам сказать. Но вообще эта вещь крайне тяжелая. Это значит к антибиотикам относиться с уважением. Врачи мы пришли. 15 минут осталось, да? Словно. Мы с вами успеем еще разобраться с тем, как этот порог был пройден. Как вот это ограничение было пройдено. Обратите внимание. Для существ с такими вещами, да? Можно ли заселять засушливые места обитания? Нет. Поэтому амфибии распространились по тем местам на земном шаре, где сложно высыхнуть. По-настоящему засушливые места обитания, они просто не проходят. Они там просто высыхают. Кожи не держат воды. Теперь смотрим. Кто же оказался первыми настоящими хозяевами суши? Волк. Смотрим. А здесь интересная же история. Как всегда в больнице, почти в шартерейском исключении, начинается заваливание окон двигательного аппарата. Помните, какие проблемы были у древнейших амфибий? Вот они. Выползли. Вот так. Снизили центр тяжести. Убрали ребра. Лапы у них пока слабенькие. Ходят они пока за счет спины. В прошлый раз с вами разбирались, как такие движения происходят. Все слабо. Ну, как по-вашему, в следующие десятки миллионов лет. Значит, в ходе конкуренции за пищевые ресурсы. Кто будет побеждать? Плохие ползуны или хорошие ползуны? Хорошие. Хорошие. Чем свободнее двигаюсь по суше, тем, собственно, выше шанс на выживание, размножение. Если эти признаки передал детям, то моя линия расклад будет и делать. Классно. Значит, в результате через некоторое время происходит совершенно безумная конструкция. Ну, ясно, что, во-первых, идет отбор. На усиление мышц конечностей и на создание более мышечных костей конечностей. Так вот, первоначальными победителями во дворе является вот такая конструкция. Смотрите, что произошло. У такого живого существа почти полностью лишились подвижности локтевые плечо-рогневые. Это не плечи, а локти. Так? Значит, локтевые и коленные суставы. В результате существо стоит вот так. Ну, ясно, что это он вот так стоял, а вот вперен вот так стоял. Значит, опасности прокидывания у него есть или площадка широкая? Нет. Площадка широкая, он устойчиво стоит, все нормально. Двигаться может, значит, но при этом что у него с длинной шагом? Ну, короче. А длинная шага у него вот такая. Вы понимаете, у него же плечо не подвижно. Суставы эти заперты. В результате длина шага крайне незначительная. Линейная скорость переменения небольшая, но зато конструкция устойчивая. Вот такая речья табуретка. Знаете, в дальнейшем с эволюцией передвижения что произойдет? Смотрите, пока я вот так стою, у меня вот длинная шага. А если я взял локти, развернул вот так. Под полы еще. У меня теперь вот такая длинная шага. Что с длинной шагом? Во сколько раз? Раз пять. Значит, дальше начинается борьба, очень сложная и длинная, за попытку разворота локтей и колен по пуговищам. Чтобы не в сторону лапы торчали, а находились по пуговищам. При этом оказывается достаточно быстро. Достаточно быстро это через 50 миллионов лет. Значит, оказывается, что задние лапы легко разворачиваются. А вот передние, как были вот так, так и остались вот так. Разворот передних конечностей в парссагитарную плоскость – это очень тяжелая специальная эволюционная проблема. Кому интересно, почему после лекции подойдите, покажу, сейчас у нас в прошлое времени нет. Итак, значит, происходят вот такие друзья, от которых, кстати, мы с вами происходим потом. от этой линии к тебе. Итак, исходные у нас колечики в буретке. Примерно вот такие. Это подкладки. Это вот типы старта. Это таз. Это колен. Это колен. Да. Значит. Окей. Задние конечности легко разворачиваются в парссагитарную плоскость. Что получаем? А получаем вот такое чудовище. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 То есть, взять него, лопат, у него, как, там я не знаю, у крошика. У тигра, у мыши и так далее, под кузовушкой. А передние вот так. В результате, ширина шагов передней и задней конечностей одинаковая. Разная. Разная. Значит. Возникла фантастическая конструкция попу, которая вводит в 4 раз быстрее голову. Не знаю. Хоть какой-нибудь плюс из этого можно вынести или нет? Да. Вот. Одна из групп лектилий, как эта проблема решает. Ну, хорошо. У нас передние ноги такие платят. А мы вообще переносим в центр тяжести, ближе к задней. Что делаем? Что в задней конечностях у нас мощная и сильная. Основание хвоста пустое и тяжелое. Все основные внутренние окна сместились сюда-назад. В результате на передние лапы можно вообще не опираться. Можно. Как называется? Есть такая конструкция. Теперь первая на самом деле. Вот эти ребята были первыми, которые освоили настоящую двуногую шагающую двуногую походу. Это кто? Вот это и есть динозавры. Динозавры – это исходно двуногая волка. Этим и объясняется их стремительный буквально выигрыш в ходе эволюции. Дело в том, что это самая мобильная идея, которая в конце нижнего мезозоя появляется. Скорость движения у них многократно больше, чем у их жен. Манерные – то же самое. Поэтому конструкция, как выигрышная, начинает давать огромное количество разных вариантов. Участые сверхгигантские. Первые динозавры не пробуют. Первые динозавры ростом ниже человека, а масса вообще по 25-30 килограмм. Не будешь. Устойчивость отличная. Нет, устойчивость отличная. Дело в том, что они, кроме того, что они двуногие, у них все сбалансировано. Значит, так же степень устойчивости очень хорошая. И управляемость отличная. Хорошо. Но это произойдет через много-много десятков миллионов лет, после происхождения, хотя бы, редких. А вот движки изменятся намного раньше. Изменятся вот почему. Обратите внимание, после того, как мы вот так встали. Здесь ребра мешают снизить центр тяжести. А вот в этом случае ребра будут мешать или нет? Нет. И возникает важнейшая вещь, которая определила массу дальнейших событий. Вторичные ребра. Итак, у предков рептилий возникают вторичные ребра. Думанное отличие от вторичного ребра, от первичного ребива. Отличие в общем-то. Они не переросли в позвонках. Они связаны с уставами. Вот у вас идет позвоночник. Вот позвоночник. Вот позвоночник. Вот это позвоночник. Вот это ребра. Таичные ребра. Которые служат для защиты внутренних органов. Для предпрепреждения мышц. А еще служат лучше. Значит, ясно, что вот здесь волос внутреннюю волосу. Да? Внутренняя волоса сделана. А теперь, что мы делаем? Ребра среднесуставов. Мы проводим вот так вот мышцы. От предстоящего позвонка к ребру. Как изменить положение ребра, если эти мышцы кратятся? Понятно, что ребра вот так пролюбнятся. И в конце ребра окажется вот здесь. Вот. Вот на что произошло. Вращение вот по этой дуге. И в конце, в конце ребра из-за тучки перенестился сюда. Вопрос, что произошло со стенками тела? Разошлись стороны. Теперь, второй тип мышц. Лежит вот так. Вот ребра, не предшествующему, а к пахнущему позвонку. А если эти мышцы кратятся, что с ребрами? Они сойдутся. В результате вторичные ребра позволяют менять объем внутренней полости тела. Вторичные ребра позволяют менять объем внутренней полости тела, в котором расположены люди. Это самая главная модель тела. Модель кармошек. Как устроена кармошка, баяна, гардеон? Все себе представляют или нет? А заодно кузнечная меха ровно так же устроена. Это астинка. Между досками растяженный меха. Ну, если это музыкальный инструмент, то вот здесь обвески, в них стоят пластины. При движении досок в разные стороны меняем объем, соответственно давление, и здесь возникает поток воздуха, который рождается в руке. Но я беру и попчик и струю. Я взял и залетил все вот эти музыкальные воды, зато взял вот здесь, прорезал дырку. И в эту дырку взял, клеил полку. А к концу этой трубки, вот так, и клеил воздушный шарик. Опять проставим три стручки. Первая точка – внешняя среда. Вторая точка – воздушный шарик. Передняя точка – объем заморки. Предварительный вопрос. Вы купили воздушный шарик и, не надувая его, сразу заклеивали. Вопрос. Не расклеивая воздушный шарик, можно ли заставить его надуться? Можно его надуть? Нет. От этого он растает, но не надуется. Можно обводить давление вокруг шарика? Да, поместить его под вакуумный колпак. Так же, как с дверью, которая открывается не потому, что на нее надавили, а из-за разности давления. Шарик будет почему растягиваться? Потому что давление внутри у него больше, чем давление снаружи. А если давление снаружи больше, чем давление внутри, то будет сжиматься. Внимание! Работаем с тремя точками. Итак, пока я не играл на кормушке, как проходил герой. Что можно сказать про давление в точках 1, 2, 3? 1, 2, 3. Ну что можно сказать про давление в 1, 2, 3? Они совершенно одинаковые. Теперь, я заиграл. Взял и раздвинул воды. Вопрос, какое давление изменится? Я раздвинул кого-то? Давление 3. Что произойдет с давлением 3? Какое следует? Уменьшится. Возникла разница между давлением 2, которое пока не изменилось, и давлением 3. Что сделает шарик, под действием этой разницы? Шарик стал расширяться. Под действием разница давления. Если шарик стал расширяться, что с давлением в шарике? Уменьшается. Давление упало. Взяли увеличили объем, давление упало. В результате возникла разница между давлением в внешней свете и давлением в шарике. Вопрос, что делает воздух? Проникает воздух. Всасывается в шарик. Вопрос, а когда этот процесс закончится, всасывание воздуха в шарик? Да. А давление 2 и 3 уравняется? Не только 2 и 3, а по всем трем тодикам давление уравняется. Ну, ясно, что здесь давление составить такое можно еще купить, да? Но как же давление 3 уравняется? Ведь уже растянули давление, объем-то увеличился. Как давление вернется к атмосферному? За счет чего? Салит. Да. Часть объема гормонии теперь занята шариком. Это не так? Шарик. Чем больше расширяется, тем больше у себя воздух тянует, да? Значит, тем больше давление 3 приближается к атмосферному. Классно. Классно. Теперь я беру сложную гормонию. Что произойдет? Шарик начинает сжиматься, давление в нем возрастает. Чуделую позу выталкивается на нос. Так? Вопрос. Можно ли сказать, что этот шарик сжимается и разжимается из-за того, что на него давит гармошка? А куда? Нет. На него давит гармошку. На него что давит? У него вообще предводной точке контакта с гармошкой есть? Нет. Что на него давит? Воздух вот здесь. Теперь понятно, что имеется в виду? Гармошка в данном случае это что? Это внутренняя полость тела. Вот они, конечно, легла, которые сгубятся, растут. Да? Шарик это что? Это легкая. Грубка это что? А это трофея, которую выводят на внешнюю среду. Ну и все, последняя съемка. Красивая, так я не знаю что. Знаю я это. Мало бы мне было использоваться инструмента. Я еще раз вытянул трубку и отклеиваю внутрь вот такую конструкцию. Вот это моя гармошка. А конструкцию отклеиваю вот такую, не один шарик. Раз, два, три, три, пять, шарик. То есть целую грость шарик, я думаю. Приклеиваю, у каждого есть выход в трубку. Значит, теперь я растягиваю гармошку. Скажите, втягивать воздух будет только один какой-нибудь шарик? Все. Все будут в стенках. Скажите, а вот эти стенки между ними, они бы чем-нибудь мешают или не мешают? Ну, абсолютно не мешают. Условия вентиляции в данном случае простейшие. У сектора легкого должна быть связь с трахеями, вот просто выход на мусор. И должен быть вот этот участок стенки, обращенный в полости тела. Если это есть, то при дыхательных движениях совершенно автоматически все сектора будут менять объем, а значит не будет меняться давление. Такое легкое, в отличие от глушащего, само вытягивает в себя голову и само потапливает. Какую площадь без обмена нужно получить? А какого хотите, такое нужно. Для примера. Значит, площадь поверхности тела взрослого человека, почему примерно 1? Площадь вашей кожи. 2 метра. Да, примерно 2 метра. Внутренняя площадь, площадь внутренних стенок легких у вас? Что делать? Волейбольная площадка. Разница есть между площадью волейбольной площадки и двумя квадратными метрами. Да. Понятно, что получив такую легкое, такую систему газообмена, такую систему вентиляции, можно отказываться от проклятия, то есть от дыхательщиков. А это значит, что нужно заселять самые, что именно есть, разные места обитания на наших облицах. Вот примерно все, что я вам хотел и смог рассказать в этот раз о облицах позвонодина. Спасибо. Продолжение следует...